всем привет с вами комаров виталий сегодня я послушал очередной ролик караулу с 2021 года наши женщины теперь могут работать в стройке то есть они могут разбирать здание колоть плиты таскать кирпичи как бы у нас это все уже давно и давно не принято чтобы это было все женской работой он правильно сказал женщин привлекали интенсивно к такой работе и тут в послевоенное время во время войны не захотелось дополнить этот ролик честно сказать министерство труда что она сотворила пополнил список работ для женщин разрешенных женщины будут принимать участие да но суть то в чем я почему-то вспомнил когда я пробыл в москве устроиться на стройку но и на бум мы зашли в одну организацию строительную они строили там какой-то тогда у охранника была зарплата 1200 где-то довольно таки так неплохая зарплата считал 10000 за 10 дней 12000 заработать это неплохо так вот на этой стройке работали по моему азербайджанцы или таджики не знаю я сразу говорю я ничего против не имею против таджиков азербайджанцев узбеков пускай себе работают мне не жалко но нам тогда сразу сказали настройки работать с 8 утра и до 6 вечера что больше 14000 в месяц мы не заработаем там тогда для нас это оказалось дико вот сейчас вот из-за этой пандемии до получается гастарбайтеров нет дешевой рабочей силы нет где ее взять у нас в россии как правило самый низко оплачиваемый труд это женский где бы женщина не раб не работал у нас в россии она будет всегда получать меньше чем мужчин министерство труда как я предполагаю и сделала приняла такой вот как говорится список работ допустимых для женщин чтобы заполнить вот эту ниши нишу дешевого труда конечно да с одной стороны вы сейчас скажете да я вообще малья и да вот те утра не работает а че чем наши то хуже ребята вот в советское время на стройке было работать это довольно таки престижно даже маляр в то время получал от 180 до 250 рублей это советское время это большие деньги сейчас если например вы представляете ваша дочь ей на работу устроиться нигде и она будет вынуждена пойти работать на стройку ломать дома таскать кирпичи тысяч за двадцать каково это при том что она должна уехать в москву еще тут приехать где это будет зарплата за месяц на стройке это я только предполагаю мужики на такую работу за такие деньги не идут мужика есть выбор или пойти туда или пойти сюда хочешь в охранники иди хочешь на стройку и не хочешь вам не нравится зарплата в охране сейчас по моему где-то около 1600 сутки да можешь пойти на стройку где-то можешь получить две две с половиной тысячи за день а так то получается мужики за две с половиной пойдут работать а наши бабенки дочеря которым работать нигде вынуждены будут восполнять вот этот бесплатный труд их будут звать туда поделки есть для вас работка надо дома поломать или кирпичи потаскать их раствор пометите чего-то да там ограничение сделали не более десяти килограмм подымать можно когда-то раствор ты месяц что там что замеряешь 10 килограмм и сколько там или 15 или все 100 или кирпичи таскать один кирпич то вечно он килограмм 6 такие вот дела у нас в россии творятся для меня вот это то что я услышал это опять же это какое-то унижение вот все что наше законодательство не придумает это сплошное унижение 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 они уже не стесняются в этом все что придумывают не знаю не думает что ли ни черта своей головой тут просто печаль вот у тебя дочь на школу заканчивает отучилась вышла замуж родила ребенка работает это просто ребенка есть стройку вот к чему пришли за которой она погуляла копейки так вот это все что я хотел сказать подписывайтесь на канал чего-нибудь еще услуг услышу расскажу ребят